Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем заготавливать зелень на зиму. У меня есть вот такой чудесный укроп, вот такая ароматная петрушка, и я вам покажу целых три способа, как их можно заморозить. Первым делом перед любой заготовкой зелень нужно хорошенько помыть и затем обсушить. Зелень нужно сушить, можно точнее сушить разными способами. Можно разложить ее на обычном полотенце и оставить посохнуть на час или два. Можно промокнуть бумажными полотенцами, а можно воспользоваться вот такой вот специальной сушилкой, и это самый быстрый способ. Зелень почти сухая. Продолжаем. Теперь мы с вами берем нашу зелень, нарезаем с нее стебли, стебли не выкидываем, они нам тоже пригодятся, и саму зелень нарезаем на такие средние кусочки. Так мы делаем и петрушку, и укроп. Смотрите, у нас с вами есть целых три заготовки. Петрушка, укроп и стебли от этого всего. И сейчас я вам покажу три способа, как это все можно заморозить. Первый способ, а мы простой, мы берем вот такой вот маленький, это удобный просто, пакет для заморозки, с таким вот зип-замком. Они продаются во всех супермаркетах, там в отделе, где бумага для выпечки, фольга и все такое. И просто складываем сюда зелень. Со стеблем мы не делаем то же самое. Мы их складываем в пакет для заморозки, выбираем в морозилку. Их вообще отлично использовать при варке бульонов, добавлять в супы. Можно их класть, когда вы варите креветки, можно их мелко порубить, измутить в блендере и использовать, например, когда вы выпекаете картошку. Вариантов очень много, они очень вкусные и ароматные. Для второго варианта нам понадобятся вот такие вот формочки для льда. Мы просто складываем в них нашу мелко рубленную зелень и убираем в морозилку. В некоторых случаях, если вы любите такие блюда, можно сложить зелень и залить немножко растительным маслом. Я так тоже пробовала, так получается очень вкусно, но просто зелень без масла, она как-то более универсальная, поэтому в этом году я буду замораживать именно этим способом. Так вот, кладем и утрамбовываем пальцами, чтобы у нас побольше зелень туда вместилось, и чтобы у нас потом, когда мы разморозим наши кубики, они хорошо держали форму. Вот такая у нас получается заготовка. Это все дело мы просто убираем в морозилку и замораживаем. И сейчас покажу третий вариант. Он очень похож на этот, но немножко делается по-другому. Тут нам понадобится блендер. Мы просто складываем нарезанную зелень, в данном случае у меня петрушка, чаша блендера и измельчаем в кашицу. Такая у нас получилась прекрасная ароматная кашица. И теперь мы ее тоже складываем в формы, но маленькой силиконовой формы для выпечки. Складываем слегка тоже, утрамбовываем ложкой. Я даже думаю, что они у меня уместятся в три, не в четыре. Утрамбовывать обязательно, чтобы зелень у нас хорошо держала форму. Убираем наши формочки в морозилку и замораживаем. Потом, когда это все у нас замерзнет, мы их тоже сложим вот в такой вот пакет для заморозки, который я вам показывала в первом способе. Замораживать петрушку или, например, шпинат таким способом, это очень круто, потому что его можно использовать, например, в соусе для пасты. Мы просто кидаем зелень на сковородку, добавляем сливочное масло, сливки, там, специи какие-то тушим. У нас получается прекрасный, зеленый, очень вкусный и универсальный соус. Обязательно попробуйте сделать именно этим способом. Наша зелень замерзла, прошло уже несколько дней. Посмотрите, какие классные получились заготовки. Их очень удобно доставать. Из того, что мы зелень не заливали ни водой, ни маслом, она у нас получается такая рассыпчатая, просто практически как свежая. Можно добавлять и во вторые блюда, и в супы, и даже в салаты. Это очень удобно, а главное, полезно. Напишите в комментариях, как вы заготавливаете зелень. На зиму и пробовали ли вы вот такой вот способ. Буду ждать ваших отзывов. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и смотрите наши сладкие новости каждое воскресенье. Всем пока!